Здравствуйте! В эфире телеканал АТБН Новости в студии Александр Колобов о главных темах выпуска. Посади свое дерево на святой земле. Возвращаясь к итогам грандиозного проекта. Кто в ответе за долгострой? Христиане Днепропетровска отстаивают свои права на возведение храма. Возвращаясь к итогам знаменательного проекта события года «Семь дней сотворения». Во время поездки, организованной телеканалом ТБН в Иерусалиме, недалеко от центра Кеннеди, состоялась торжественная посадка 250 деревьев, с подробностями наш корреспондент Евгений Хархардин. В этом рукотворном лесу, находящемся в окрестностях Иерусалима, участники тура «Семь дней сотворения» в Израиле, организованного ТБН, могли не только видеть исполнение библейских пророчеств, но и участвовать в этом поистине великом труде. Сегодня это излюбленное место отдыха жителей Иерусалима. Но каждое дерево здесь посажено чьими-то заботливыми руками. Причем в этой работе участвовали и участвуют жители десятков стран. В паломническом туре ТБН также принимают участие представители многих стран. И сегодня всем им будет предоставлена возможность навсегда оставить свой след на святой земле. О истории о зеленении Израиля рассказали паломникам члены правительства Израиля и мэрии Иерусалима. Это полное драматизма повествования, трогающая до глубины души. Ведь средства на эту работу собирались евреями по всему миру с конца позапрошлого века. Многие отдавали последнее, не надеясь даже увидеть святой земли. Даже во время Холокоста в концентрационных лагерях забор продолжался. Для этого была создана знаменитая голубая копилка, которую называли «Наша еврейская пушка». Копией этой копилки получил сегодня каждый желающий, чтобы у себя на родине продолжить работу по сбору средств на озеленение Израиля. Вот эти маленькие ростки, которые превратятся в могучие деревья. Конечно, времени на это уйдет немало, но некоторые участники Тура Тибиен смогут ухаживать за своими крестниками и взрослеть вместе с ними. Я приеду, может быть, через год или через два года, и посмотрю свое дерево. Как оно выросло и полью его. Для каждого дерево, которое он посадил на святой земле, становится родным. Его частичкой, которая навсегда свяжет его с этой удивительной землей. Это мое родное дерево, поэтому оно меня ждет. Я хочу, чтобы оно приносило радость людям, потому что я с ним поговорила, чтобы оно было у меня большое, светлое, чтобы люди собирались под ним, радовались ему. Это моя душечка. А ведь многие, приехавшие сюда, представляют не только самого себя. Здесь есть пастыри, представляющие сотни своих прихожан, епископы, представляющие тысячи, входящие в их объединение, руководители крупных медиаслужений, объединяющие людей в десятках стран. Я очень рад, во-первых, что мы смогли оставить здесь след в истории Израиля. Я думаю, что мы назовем это дерево Инвиктори, поэтому все посетители портала Инвиктори, знайте, это ваше дерево, которое растет на святой земле. Всех участвующих сегодня в этой акции свяжут землю Израиля особые. В чем-то даже мистические корни. Здесь есть корни христианства, христианской веры. Здесь есть корни и моей семьи, моя мама еврейка. Здесь есть корни нашего будущего, благословения, которое предстоит для всей земли. И, сынок, помоги мне. Сегодня здесь появилось 250 новых деревьев, которые посадили очень разные люди, приехавшие сюда из более чем двух десятков стран. Потому что каждому хочется принять участие в исполнении пророчества. И расцветет пустыня, и покроется лесами. Евгений Хархардин, Михаил Востриков, Евгений Рязанов. Студия «Протестант». Специально для телеслужбы «Благих новостей». Наш традиционный опрос тоже посвящен грандиозному проекту «7 дней сотворения в Израиле». Мы просим телезрителей ответить, меняют ли мир такие события. Если вы считаете «да», присылайте смс цифрой 1. Если, по вашему мнению, все в руках Господа, мы ждем ваши смс цифрой 2. Если мир нельзя изменить, присылайте смс цифрой 3. Мы ждем ваш смс на номер, который сейчас на экране вашего телевизора. Принять участие в опросе можно и на сайте www.tbnrussia.org. Продолжаем выпуск. Христианская школа слова веры города Вильнюса в этом году уже в 16-й раз отметила праздник 1 сентября. Учредитель школы, старший пастор церкви Гедрюс Саулитис выступил со словом ободрения и подчеркнул, что Иисус Христос – источник сил творчества учебы. Слово поощрения пастор закончил молитвой за школу, ну а педагоги показали представление под названием «Белая ворона». Само же мероприятие завершилось награждением учеников, которые в прошлом году достигли наилучших результатов. В христианской школе слова веры сейчас более 100 учеников и 28 учителей из общин слова веры, библейский путь, виноградник, дом молитвы, новая жизнь. Школа слова веры столицы Литвы является членом Международной ассоциации христианских школ и активно сотрудничает с христианской школой Финляндии. Вот уже 4 года церковь «Дверь в небо» пытается продолжить строительство храма в Днепропетровске. И все это время местные власти не только препятствуют возведению храма, но и стремятся отобрать у христиан земельный участок. На днях в защиту прав верующих в городе организовали пресс-конференцию. Продолжение темы в следующем сюжете. 15 сентября в Днепропетровске прошла пресс-конференция на тему нарушения конституционных прав верующих Евангельской церкви «Дверь в небо». В зале собралось около полутысячи небезразличных к данной теме жителей Днепропетровска, а также представителей религиозных и социальных организаций города. Уже 4 года церковь «Дверь в небо» пытается продолжить строительство храма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова